Возможно, все-таки контратаки хозяев, это их вдохновляет. Ситуация, но вы видите, какая, в принципе, сохраняется пока разбивка такая же, какая была в первой попытке, за исключением, собственно, отсеянных итальянцев. Все присутствуют здесь по-прежнему, но, по крайней мере, есть в этом свой определенный плюс, заключающийся в том, что вот можно вам быстро дожидаться момента старта российской сборной. Оглушительно, оглушительно громко здесь все. Как раз об этом говорил Мартин Шмидт и скажет еще, потому что завтра, даст Бог, состоятся все-таки индивидуальные соревнования. Питерец Владислав Бояринцев открывает стартовый протокол второй попытки. Пока звезд с неба не хватает российская сборная, но, тем не менее, две команды она опередила. После первой попытки, конечно, это не предел мечтаний, конечно, хочется большего. Хочется, чтобы Бояринцев начупал это тонкое ощущение, но оно пропало. Оно присутствовало практически целый месяц и позволяло ему отмечаться постоянно в очках. Вершиной всего стало попадание в 15 сильнейших несколько раз, но под турне четырех трамплинов как-то все рассыпалось. Очень щедрая, зато сейчас будет компенсация. Смотрите, 18 баллов, и это важно. При том, что дальность прыжка, конечно, оставляла желать. Все те же 112 метров, но эти 112 метров стоят гораздо дороже. Был очень сильный попутный ветер. Он попытался компенсировать это силовым выбросом, и это получилось. Жила очень старается, но сегодня как-то он чрезмерно старательный именно. Посмотрите, как прыгает сток на своем родном тренировочном трамплине, и сравните, что выдает его товарищ по команде. Такое ощущение, что затрачивается и эмоциональной, и физической энергии в разы больше, а прыжок ощутимо короче. Все уходит на сотрясение сооружения и на разогрев воздуха. Ну, по большому-то счету, если сравнивать прыжки, жилы с самыми лучшими из тех, которые мы видели сегодня. Но, по крайней мере, его главная сейчас мотивация в том, чтобы не провалиться. И он не провалился. Он выдал 116,5, и он получил компенсацию лишь немногим меньшую, чем у Бояринцева была. Хаяк. Слабенькая была первая попытка. Пытается все сделать помягче, поаккуратнее во второй. Но вы же слышали, что говорила Жила, что говорила Шмидт про этот трамплин. Здесь особо гладить стол отрыва нельзя, иначе дальности никакой не будет. Нельзя его и безоглядно просто дубасить. Это тоже так. Но надо найти какую-то среднюю золотую середину. А он так и не понял, похоже, этот трамплин, хотя выступает далеко не первый год на нем. В этом году он не подобрал к нему ключики, даже с двух попыток. В общем-то, своей командой является аутсайдером. Всегда неприятно, конечно, когда есть люди, которые, если бы учетверились, могли бы выигрывать даже турнир в составе твоей команды. А ты их тянешь назад. Но тут все все понимают, в том числе и лидеры. И изначальные расклады все-таки известны. Особых чудес, как правило, не бывает. Вот Акиучи тоже самое. При том, что очень сильная японская сборная. Не особо блещет в этом сезоне. Нерекордные его результаты. От призового уровня прошлого, позапрошлого, позапозапрошлого сезона. Не уходил без пьедесталов почета, хотя бы без одного. Пока ему не удается. И причем в начале сезона он именно всегда хорошо себя проявлял. В декабре были все его призовые места. В этом году лучшее, что он сумел показать индивидуально, это Висла, 11 место. Но, правда, недавно. Форма вроде бы пребывает потихоньку. Но это отнюдь не касает. Как-то полегче стало смотреть после того, как судейская лихорадка по переносу лавки прекратилась. Можем уже что-то предсказывать. Тепеш. Но вот здесь все было. Вперед. И, как следствие, перелет через 120-метровую отметку. Достойно. И аккуратная техника приземления, которая, правда, не всеми оказалась оцененной по заслугам. Разница в бал между судейскими оценками. Очень агрессивный стиль. Не совсем свободный в отдельных полетных составляющих. Но, в целом, все-таки точное движение вперед. И славянцы выходят на первое место, чему поляки не очень рады. Рассчитывали на контратаку. Но нужно будет подождать сенсацию Нишула. Да заодно и узнать, как это так. Отдельная сенсация или все же... Форфанк тем временем. Тоже задача не подкачать. Отдать возможность потом уже Якобсену. Начать выходить вперед. Хорошая дальность. Не совсем стабилен на приземлении. И это сразу попало на карандаш судьям. 16,5-17 баллов выставляют они. И компенсации. Большие компенсации все время на ветер. 15 баллов с лишним. Форфанк не подвел. Он сделал важный шаг вперед. Он прибавил пару метров. Не сломался под ветром. И практически гарантирует сохранение призовой тройки для команды. Но на данный момент в этой группе вообще гарантирует на 100%. Хайбер. Подступится ли к рекорду траплина? Очень здорово попадает здесь стол. Первые попытки в тренировке, по крайней мере, это было так. Не совсем идеально получилось здесь. Такое ощущение, что попозже он все-таки оттолкнулся. И эффекта катапульты в его прыжке не наблюдалось. Не было такого подкидывающего чего-то. Да, подзавис чуть-чуть. Конечно, есть определенный на данный момент минимальный уровень, ниже которого он не опустится. Но это не совсем то, чего ожидали от Хайберка. Кутен reasonably satisfied, как говорят по-английски. То есть, в принципе, доволен, но могло бы быть и лучше. Ветровая компенсация тоже очень щедрая. И австрийцы ждут только немцев. Многолетние лидеры командных рейтингов разнообразных ждут олимпийских чемпионов. Мощно очень даже отталкивается Ноймайер. Но Нойме сегодня колбасило слегка. И это осталось неровное было выталкивание, из-за которого он упал на правое плечо. Чуть не потерял лыжу вниз. Чуть не загреб. Все перепугались. А он еще раз выдал что-то подобное. Дмитрий тут интересуется, через какой твиттер происходит общение со зрителями. Вот таким образом оно и происходит. Вы просто-напросто вешаете упоминания. В данном случае моего отвит-аккаунта. И все. И я вас вижу прекрасно. В notifications. Так это в интерфейсе моем обозначено. Ну что ж, три очка несчастных. 34 десятых балла. Между немцами и австрийцами. Принципиальными соперниками в любом командном турнире. Первая группа отработала вторую попытку командного турнира. Немцы лидируют. Но их преимущество чуть не подавляющее. Австрийцы не так далеко. Да вообще близко по меркам командного турнира. 3,4 балла всего-навсего. Еще чуть более чем на три очка. Позади норвежцы. И тоже можно считать дышит спину. Лавенцы на четвертой позиции. И там разрежение больше. Где-то порядка 13 баллов. 14. И Польша затем. Еще чуть более чем на десяток баллов позади. Ну и конечно да. У них могут быть фантастические прыжки. У хозяев 1-2. Всех четырех им не дождаться. К сожалению. Это очень здорово сдерживает. Так же как и у японцев. Все-таки недоукомплектованная сборная. Сборная состоящая из одного. И не очень далеко улетающего. И не прыгавшего сегодня кстати тренировку. Связано ли это с ветровой обстановкой. Или с собачувствием. Не знаю. В общем японцы. Не знаю. Особенно не рассчитывали. Максимочкин. Второй представитель сборной России. Выталкивается мощно. Немножко покачался слева направо во время полета. 114 метров дистанции его прыжка. Видите. Несимметричное выталкивание. Повело его. И пошел он так слегка под 45 градусов преодолевать это пространство. Разумеется это не самый выгодный аэродинамический рисунок. И конечно же это ощущение попутного ветра, которое мешало почти 18 баллов компенсации было. Но с другой стороны подвинули лавку. Ну и по-прежнему идет сражение за то, чтобы не замкнуть список участников второй попытки. Сражение это идет с чехами. Ну а пока Алекс не шел. Показавший хорошую технику и приличную дальность. Немножко выстраданная получилась попытка. И в целом, ну нет, это не прорыв. Вторая попытка была похуже, чем первая. И ощутимо хуже, чем у Камила Стоха. Я не думаю, что это отвернет. И что прыгуны перестанут. Точнее, на прыгунов перестанут ходить уже завтра. Для того, чтобы увидеть возвращение Стоха по-настоящему. Возвращение на пьедестал почета. Все готовы здесь все бросить и десятками тысяч заполнять трибуны. Только бы погода не подкачала. А уж Кубка, что касается командного турнира Кубка мира, то здесь, ну, можно в свободном режиме существовать и дожидаться чемпионата мира. Здесь нет такого восприятия, здесь нет такого вообще принципиальной, нет такой заточенности, которая, например, есть у славянцев, часто гостящих на подиуме. Все необходимые пассы руками Лукаш Глава сделал, как и положено. Однако же в его судьбе это ровным счетом ничего не изменило. Значит, все-таки дело не в пассах, а в другой, более базовой работе. Дмитрий немало попутешествует... Путы, господи, боже мой, да, это уже очень сложное такое дикпричастие, и поэтому... Короче, немало ездившие по разным городам и весям, по трамплинам, пишут, что поляки сокращают Александр как Олег на О. Очень интересно, потому что очень часто таким образом как раз в той же самой Франции произносят имя Олег. Или в Италии. Они хозяева, они имеют право, в конце концов. Пока все коротковато. Пока хотелось бы чего-то более такого воздушного, размашенного, впечатляющего. Недолеты до 120, публику не устраивают. У Зелла начинает гудеть. Немножко иначе по тональности. Немножко пришлось ловить себя на приземлении Сукуями. Вы видели, как он дернул руками. Так что сразу же, как команда, идти на посадку для всей этой системы. Нейш Дейзман получает умеренный попутный ветер. Такой, как он в сомпенсации выведет сборную при даже скромной дальности на первое место. И он опережает и японцев, и поляков, и всех, кроме прочих, кто прыгал до этого. 119. В этой серии внушительный и стабильный результат. Но прыжка, полета, этого тут не хватает. Потихоньку публика местная приходит к осознанию того, что сегодня не будет суперчуда. И на пьедестале почета никто из них не окажется. Короли национального кубка могут и здесь не выиграть. А им все-таки было это очень интересно сделать. Я имею в виду австрийцев, конечно. Который создавался иногда такое ощущение, что в командных турнирах просто давали, играли. Соперниками давали им возможность поверить в свои шансы. А потом их отрезали. Вот это был прыжок. Вот это, конечно, гораздо интереснее в исполнении Руна Велты. Пьедестальные шансы сборной Норвегии после этого очень значительно укрепились. Недавние старты были очень хороши, лучшими. В сезоне и в Висли, и в Тауплице, и на гигантском трамплине, и просто на большом. Он продемонстрировал очень хорошую готовность. И вы видите, какая прибавка. Но в значительной степени это, конечно, объясняется еще и тем, что ему дали довольно приличную скорость разгона. А ветер в этот момент не столь уж мешал. Но согласитесь, эстетическое впечатление от этого прыжка. Ой-ой-ой, какое! Грегор Шлиренцауэр в 16 раз выиграл вместе с командой на этапах Кубка мира, так же, как и Томас Моргенштерн. Морги уже свой боевой счет не пополняет. Шлири еще может сегодня и делает для этого все, что в состоянии. Очень далекий прыжок. Первый был пристрелочный. На первом он присматривался. А здесь, ну, в принципе, любит. Любит, когда чуть-чуть утихает ветер, если он попутный. 131,5 метр в соревновательном раунде. Это самый далекий прыжок в тренировке, как я уже сказал. Был мега-полет в исполнении Хайбека. Однако мы снова наткнулись на то, что Хайбек выдаст одну такую совершенно удивительную попытку. Второй в этом случае мы за текущий день уже не дождемся. Просто хороший ровный уровень будет выдавать. И беда в том, что это все пришлось как раз на тренировку. Не за этого, кстати говоря, не долбят эти тренировки. Очень многие не делают этого. Потому что мега-прыжок очень у многих может быть только один. Он знает, что он может, но только однажды. Маринус Крау старается додавить вторую половину. Получается, нельзя сказать, что худо. Но он небрежно отмахивается руками. Он понимает, что нужно сравнивать столько, что выданным прыжком шли. А здесь почти 10 метров разницы. Да и очочки, честно говоря, не впечатляющие. А было, напоминаем, всего-навсего три несчастных бальчика. Нет, это не... Ну, обратите внимание, редко, редко, когда мотнет досады головой Вернер Шустер. Здесь он ждал не того. И немцы пропускают и норвежцев, и австрийцев. У Вилты был очень хороший прыжок. У Шлири просто на уровне его лучших попыток. Австрийцы перехватывают лидерство. Россияне идут седьмыми, как и шли. Ну что ж, девятикратный из десяти возможных вариантов за последние десять лет победителя национального кубка австрийцы перехватывает лидерство за счет усилий Грегора Шлиренсауэра. Грегора Шлиренсауэра, который был соавтором побед австрийской сборной уже шестнадцать раз в своей карьере. Интересно то, что славянцы, которые идут сейчас только четвертыми, и, честно говоря, по разнице очков особенно так не стучатся на пьедестал почета, именно этот этап облюбовали как свой почти домашний. Выигрывали дважды в предыдущие два сезона. Ну и, собственно, вообще это единственное место, где они выигрывали более одного раза именно на соревнованиях аналогичного формата. Ну, разумеется, разумеется, на своем трамплине они тоже выступают удачно. Как будет там после реконструкции, интересно. Денис Корнилов. Очень многие переживают даже не за спортивный результат, а ждут, что он до чемпионата мира все-таки найдет себя, найдет свой почерк. Мы ведь знаем его класс, мы ведь знаем его послужной список. И такие шажочки, можно сказать, может быть и семенящие, но в верном направлении у Дениса мы наблюдаем. Его все хорошо знают, его во время подготовки ловили, вы видели, в кадр. Ну, хотя бы за 115. Василий сегодня только тренировался, в официальном турнире не принимает участие Дмитрий. Немножко несимметрично оттолкнулся, чуть-чуть пошел на левую сторону. Но поборолся, вытащил. Ну и снова я вам скажу, что не обращайте внимания в данном случае на то, что пишется. Потому что это четвертое место, оно вообще к чему имеет отношение? Потому что мы впереди Чехова были, позади нет, это всего лишь на все. Циферка, которая будет потом поправлена. Давид Кубацкий. Хорошее попадание, не идеальная аэродинамика, но отталкивание было ничего. Ушел справа от оси трамплина, полетел и приоткрыл немножко лыжи. Потом подобрал их. Вы видите, ну, в целом это не совсем его почерк. Начало и прохождение транзитной зоны, транзитной фазы, это у него обычно получается лучше. Окончание прыжка, да, снова было очень неплохое, так же, как и отталкивание. Это, естественно, вдохновило судей, естественно, техническая рутина была сделана как надо. И оживилась благодаря этому польская торсида. Иначе ее не назовешь, это не штамп. Просто она на самом деле болеет так, как в Бразилии болеют болельщики. Матура. Матура плюс Куделка. Это опасные ребята с точки зрения соперничества со сборной России. Нет, это не лучший. Матура явно не хватает ему своего Харахова в январе месяце. Там бы он себя проявил. 118,5 скромно. Очень значительно задушена сейчас вся музыка и весь вот этот нескончаемый вопль в интершуме, чтобы не создавать дискомфорта вам и вашим соседям. Но на самом деле это действительно все очень и очень громко. Это отдается и в ушах, и в теле любого спортсмена. Перестал ФИСовский электронный протокол обновляться адекватно. И это создает определенные сложности. Дайки Ито. После падения и легкого потрясения пытается найти себя и получается. Во второй попытке получается. Отдельные два хороших прыжка для японской сборной. Могут материализоваться. Уже один материализовался в исполнении Дайки Ито. В оценках нет ничего такого сверхъестественного. Чуть-чуть присутствовала симметрия в полете. Ну и нечто среднее между Приседом и Телемарком продемонстрировало, что тоже, конечно, судей не особо порадовало. Сборная Японии пропускает поляков. И это не может не радовать публику Ерный Дамьян тем временем. Ох, какой полетище! Откуда ни возьмись! Ну вот, повезло, конечно же. 136,5 метров. Лишь 5 метров до рекорда трамплина. Не хватило Ерный Дамьяну. И, по-моему, сам Горан Януш ничего не понял, что случилось. Не поверил собственным глазам. Таких бы 8 прыжков вместо одного, да, и славянцам не было бы равных. Слово, они действительно очень-очень хорошие командники. Никто не подвергает это сомнениям. После 19 февраля 2014 года, когда они в первый раз взяли командный турнир, пять раз они побеждали из 13 возможных вариантов. И это было, конечно, очень серьезно по сложным спискам. Яковсен не подвел в первые попытки. Трамплин, в принципе, ему нравится. Все может получиться. Штокль в этом уверен. Масть словенца впечатляющий. Немножко стоял против воздуха, согласитесь, легендарный норвежский прыгун. Слегка вертикально преодолевал воздушный поток. Ветерок был попутный. 460 балла. Небольшой. Не произвела такого целостного впечатления попытка Якобсена, вернувшегося недавно на пьедестал и почета. Но они опережают и поляков, и славянцев. Что, безусловно, для сборной Норвегии перед финальным натиском важно. Вот относительно слабое звено в сборной Австрии. Дитхард пока все-таки задерживается с набором своей лучшей формы. И с оглядкой на перспективы чемпионата мира, конечно, просматривают его сейчас. Но здесь не подкачал. Ниже гарантированного не показал ничего. Все довольно приемлемо. Физически очень сильный спортсмен, очень прыгучий. Выполняющий много такой рутины. Хороший именно на прыгучей на высоту прыжка. На жесткость отталкивания. Прибавка очевидная. Вот ну какие шесть-то. Семь с половиной метров добавил он к своему результату. И сборную Австрии вытаскивает на первое место Фрайтаг. Фрайтаг выступил гораздо ярче своего оппонента по третьей группе. Первые попытки. Фрайтаг в большей степени человек вдохновения. И что-то гениальное готов выдать в любой момент. Постарался проскочить в транзитную фазу побыстрее. Очень здорово взял положение тела и продержал прыжок очень-очень четко. Поэтому дальность была совершенно идеальная. 132,5 это не рекорд второй попытки. Но это классный прыжок и штучный по технике. 19, 19,5. Есть такие оценки. Только двое судей не поставили 19 баллов. При том, что легкий ветер попутно и все равно присутствовал в этом прыжке. Фрайтаг был точен. Выдал хороший импульс. И смотрите, как вдохновляет Вернера Шустера. Перспектива обойти своих соотечественников. Австрийцев. На которых он уже очень давно не работает в плане командных усилий. Ну что ж, 11 очков в пользу Германии перед последней группой. И сейчас все будет решаться. Сейчас стартовый протокол несколько изменит свою конфигурацию. В четвертой и последней группе 8 участвующих в финальной попытке команд выстроятся по занимаемым местам. То есть чехи будут открывать. И Куделка будет пытаться как следует потренироваться перед завтрашним индивидуальным турниром. Но вы видите, что творится на трибунах. И создается такое ощущение именно из-за того, что они очень любят разные транспаранты, цвета флагов. Создается ощущение, что вообще никого нет, кроме как польских болельщиков здесь на трибунах. Но это не так. Единственное, что, конечно, все очень заранее раскупается. Это большой фестиваль просто спорта. Просто возможность набраться позитивных ощущений. И это всем очень нравится. Тот же самый вид Гойцера. Обратите внимание, как будто там ручкой делает. Ну и вот, вы видите, сейчас лидеры будут стартовать последними. Как и положено в индивидуальных соревнованиях. Но это только, как всегда, когда четвертая группа. Для того, чтобы напряжение шло понарастающей. И догоняющие могли обойти тех, кого они догоняют. Одиннадцатые ворота по-прежнему. И я надеюсь, уже ездить дальше не станут. Для того, чтобы остаться седьмыми, россиянам нужно сохранить 20 с лишним баллов преимущества перед чехами. Это внушительное преимущество. Даже если Куделка значительно обойдет Хазидинова, не думаю, что настолько значительно. Впрочем, достойный прыжок в очередной раз. За 120-метровую отметку премиальные баллы за дальность имеются. От 18 до 19 баллов. Получают чешские спортсмены. Вместе с Романом Куделкой. Придирок здесь быть было не должно. Многие, многие прибавляют во второй попытке. Стабильнее становится состояние атмосферы. Смелее становятся прыгуны. И смотреть на то, что они показывают, всегда гораздо интереснее. При этом расплате Хазидинов. Обязательно кто-то есть на определенном отрезке сезона в сборной России, которые значительно лучше выступают, чем ребята остальные. Но во второй попытке в том же стиле у Хазидинова не получилось. Я не думаю, что здесь 20 очков разницы. Тем более, что Хазидинов поймал очень ощутимый попутный ветер. Зупан. Старший тренер сборной. Пока без комментариев. Рабочий момент такой. Всем все было ясно. И все-таки чехи обходят за счет усилия Романа Куделки. 5 баллов. Ну а здесь японский шанс. По крайней мере, громко хлопнуть дверью вместе с на реке Хаса. И как следует настроиться Нори на завтрашний личный турнир. Сверхширокое ведение лыж. Но это он ищет себя. Он в данном случае не имеет все-таки такого запаса уверенности. И не выдает прыжки на автомате. Те фантастические прыжки на автомате, которые мы в его исполнении наблюдали еще совсем недавно. Нельзя сказать, что это не его трамплин. И завтра он может какие-то коррективы унести. Но пока не получается его лучшее выступление здесь. Ну а теперь момент истины. Вот многие пришли просто вот ради вот этого самого момента. Ради второй. И они надеются лучшие попытки Камела Стоха. Стоха, который уже улетел за 130. Появляется улыбка на его губах. И, конечно, это, ну, вроде бы не для такого момента. Это официальный турнир. Очень хороший еще один прыжок. Еще один перелет через 130-метровую отметку. 130 ровно. Просто классно. Изумительные оценки за технику. Лучшие за сегодняшний день оценки за технику. 19 баллов. В общей сложности за две попытки он собрал 7 таких оценок. Да и еще и нельзя сказать, что была тепличная обстановка в плане ветра. Есть отчего ахнуть, согласитесь. Ну что ж, здесь борьба с поляками достаточно серьезная. Преус, конечно, большой молодец, но опять, опять узкая дорога турнирная встречает. Сводит его с дважды опередившим его Камелом Стохом на Олимпиаде в Сочи. Очень мягкий вместе с тем силовой прыжок. Уж такая вкратчивая сила была в отталкивании Петера Преуса. Лишь метр проигрывает он Камелу Стоху. Мы предвкушаем. Нам бы очень хотелось, чтобы завтра нас погода не нервировала. И чтобы ровно и в таком ритме прошли соревнования индивидуальные. Будет достаточно ранняя квалификация. И места в прямом эфире для нее не найдется. Но в режиме ремикса, да, самые интересные прыжки вы обязательно посмотрите. Дмитрий напоминает о редкости пребывания японцев в Закопане. Потому что они на внутренних соревнованиях перед Саппором выступают частенько. Ну и вы помните, да, в прошлые годы неоднократно рассказывалось о том, как Фунак или еще кто-нибудь, несмотря на хорошую свою форму, поспешил туда, где, в общем-то, ему платят деньги. Где находятся его спонсоры, требующие, чтобы он был. Фанэмэл выпархивает просто-напросто со стола отрыва. И надо сказать, что это выпархивание не было безупречной в технической точке зрения. Как-то он увлекся борьбой. Перегрелся слегка. 13 метров привез ему словенец. Так-так. Что там с оценками и компенсациями? Ну, Фанэмэл подразочаровал. Ну да, ну да, покивал. Аликс Штокель. И вторая позиция. Рокировочка произошла. Словенцы рвутся на пьедестал почета на той арене, которая уже приносила им дважды победу. Словенцы все же, давайте скажем, прямо не за счет стабильности Преутса, а за счет гениального прыжка одного-единственного, но какого, Ерне Дамиана. Сегодня на подиуме только вопрос, на какой ступени. Но австрийцы не должны их пропустить. И Крафт очень хорош. Ему хватает этого запаса. Он еще ни в чем не уверен, но мы видели, где была проведена линия. Судьи дают ему хорошие баллы. 19, 18, 18 с половиной. И все в руках теперь у Зеверина Фройнда. А также очень многое зависит и от ветра. Решающий прыжок сегодняшнего дня в борьбе за первенство. Крафт, естественно, не думал о том, как унести ноги от славянцев. Он думал, как настичь сборную Германии. Так-то они, разумеется, лидеры. И приличная компенсация все-таки на ветер должна ему также помочь. Крафт сегодня не в самом топе. Но это было видно еще с тренировки. И лидер сборной Германии. Прошло то время, когда подсвистывали Хану Волду. Ну, а нечего ему было тогда бороться с Адамом Малышем и побеждать его. О, да! Абсолютно идеальная вылизанная попытка. Фройн сумел отключить все свои лишние мысли. И в результате, несмотря на явные шероховатости обеих попыток Ноймайера, несмотря на неуверенность в первой попытке, по крайней мере, самого молодого, в результате олимпийские чемпионы подтверждают свой класс. И они побеждают более чем грозных соперников австрийцев. Австрийцы вторые. Словенцы замыкают тройку сильнейших. Компенсация, правда, у Фройнда очень небольшая. Но, я думаю, всего по сумме хватит. Двадцатка, единственная за этот турнир, была поставлена именно Зеверину Фройнду. И это еще одно подтверждение. Да, они чемпионы. Теперь это уже официально. Опередив на очень солидные, при таком плотном турнире, вы помните, как долго сохранялось напряжение, 15 очков королей национальных кубков сборной Австрии. Россияне замкнули список участников финала. Заняв восьмое место, чехи на последнем вираже усилиями худелки сумели обойти. Завтра, очень надеемся, будут личные соревнования. Возможно, если все будет в порядке с погодой, поборются ребята за рекорд трамплина. Очень хорошее окончание у славянцев. Они еще раз подтвердили, почему они имеют репутацию ярко выраженных командников. Но фронт, конечно, выдал просто штучную попытку. Шлиире тоже понравилась вторая попытка. Были сегодня прыжки очень хорошие. Я думаю, что публика местная довольна, несмотря на то, что поляки за пределами подиума и пятые. Но зато они увидели прежнего стоха в обеих попытках причем. Естественно, комплект желтых маек сборная Германии за собой сохраняет. Что солидно улучшает их настроение перед чемпионатом мира. Но мир есть мир все же. И не забудем о том, что это все-таки более полумесяца еще ожиданий. Всякое может случиться. Для того, чтобы все были в порядке, по крайней мере, функционально, по здоровью. В принципе, коллектив выглядит вполне дейспособным. Да, к сожалению, вот такие вот стабильные попытки без лихорадки переноса лавки. И все это бывает крайне редко. Завтра нас ждет квалификация не в прямом эфире. И сводка. 15 часов 15 минут по московскому времени. И надеемся, что с утра опять не застружит ветер. Опять не начнут облака носиться только в другую сторону. Мы подписываемся под этим. Мы хотим такого. Не удалось никого поймать для интервью. Увы, ну ничего страшного. Завтрашний личный турнир, я думаю, может дать такие шансы. Далее в прямом эфире снукер. Снукерный марафон на International Masters. Ну а завтра, завтра не пропускайте. Снова биатлонные, лыжные, прыжковые, горнолыжные и так далее баталии.